Вот проверка диктанта. Хорошо? Да. Так, у меня появились друзья, а значит появились и обязательства. Например, я попала в регион, где традиционно было очень мало русскоговорящих людей, а сейчас их стало неожиданно очень много. И в регионе МЭПСИ возрос спрос на знание русского языка, потому что стали выигрывать те офисы, те службы, те магазины, где есть русскоговорящие сотрудники. Это серьезно сказывается на процентах, например, с продажей мебели. Есть люди, говорящие по-русски, соответственно, к ним приходит наибольший поток на сегодняшний день пациенту, хотя бы сказать, наибольший поток клиентов. И, соответственно, русский язык сейчас must have. Что в такой ситуации делают турки? Они не расстраиваются, не ждут, что русский будет учить турецкий, они учат язык сами. Причем учат каждый, кто как может, на своем месте, учат между работой, в перерывах, с помощью YouTube-каналов, кто во что гораст. Привет! 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 Здравствуйте, Лия! Привет! Меня зовут Сейхан. Ольга... Ольга! Как дела, Ольга? Спасибо, хорошо. Как у тебя дела? Да, очень хорошо. Привет, Хаджа! Привет! Видите, все могут говорить по-русски. Здесь все говорят по-русски. Потому что директор курсов сказал, чтобы все говорили по-русски. Он сказал, раз у них есть возможность изучать русский язык со мной, значит, все должны говорить по-русски. Нет. Когда? 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 Не знаю. Ольга, Ольга. О! Да, здесь нужно О. Нужно еще раз подчеркнуть, что, конечно, желание учить языки, оно, мне кажется, им дано прямо от рождения. Погода. Погода, я не знаю. Нет, Йог погода. Пиши, сам. Погода. А здесь? Сюда смотри. Сюда смотри. Нет, 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 нет. Это правда очень приятно, и приятно им удружить, помочь, и приятно потом вечером разговаривать, потому что вот я что-то знаю из турецкого, они что-то знают на русском языке. Правда. Привет. Хорошо. И, хактала, где-то помню, что-то? Ах, у вас не решила. Еще раз. Еще раз. Учитай? Угу. Нет, учтай. Угу. Привет. Нет, нет. Привет. Хактала? Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Молоко. У турков, конечно, проблемы с шипящими звуками. Жиши. Если мы учим сам звук, они еще как-то худо-бедно могут его произнести. Когда в слове встречается буква Ж, произносят вместо ЖАВА, ЖАВА, например. В алфавити тоже есть проблема с буквой Г, потому что есть аналогичная буква в турецком алфавите, она называется ГЕ, поэтому они никак не могут ГЕ нашу назвать в алфавите ГЕ. Ну, это не суть проблему, потому что с этим можно как-то жить в словах более-менее. Есть еще одна заковыристая буква, которая читается у них как Э, а у нас читается как Е. Поэтому на этой букве спотыкаются буквально все. Вот написание на турецком городе, в котором я сейчас живу. Эрдемли. Эрдемли. Так и читается это на турецком. Мы же напишем Эрдемли. Две разные буквы. Турки вообще не могут понять, как это происходит. Почему на этом месте, вот здесь, не стоит буква Э? Почему мы пишем Е в середине слова? Потому что им хочется написать, раз Эрдемли, раз Е переходит в Э, значит и здесь должно быть Э. Продолжение следует... Нет, нет. Давай, давай, поделись, поделись. Нет. Добрый вечер. Привет, добрый вечер. Привет. Есть с вами с вами? Давай, поддохом исся. Да. Да. Меня зовут Бурджу. Как вас, как тебе зовут? Меня зовут Орджуна. Очень хорошо. Очень хорошо. Как ты лап? И мне тоже. Очень хорошо. Познакомься, да. Как тебя зовут? Меня зовут Фазер. Как тебя зовут? Меня зовут Суркан. Очень приятно. Мне тоже. Спасибо. Хороший момент как раз состоит в том, что все новые знания турки пытаются немедленно применить на практике. То есть кто где работает, с кем общается, с друзьями, всегда хвастаются, что вот знают там три новых выражения, допустим, и постоянно употребляют. Это очень классно, потому что они таким образом развивают свой разговор на русский язык. Более того, они привлекают в сферу вот интересов этих своих друзей. Это просто замечательно. И в этом плане с ними легко работать. Хотя есть проблема на самом начальном этапе, потому что все хотят узнать ключевые фразы. Такие, как «Здравствуйте». И когда мы разбираем слово «Здравствуйте», здесь наступает реально шок. Самое главное, что слово это очень длинное. Во-вторых, в этом слове буква не читается. Дальше в этом слове есть и краткое. Тяжело произносить. И поэтому всегда концовка, еще здесь начинаем за здравие, а заканчиваем за упокой, как говорят. Дальше вот этот кусок, он практически непроизносим. В течение шести уроков мы просто учим это слово «Здравствуйте». Но не все ищут легких путей. Еще академический час в Турции не 45 минут, а 40 минут. И вот после 40-45 минут, как правило, наступает время перекура. Курят буквально все. Я сейчас вот пойду и специально сниму, как они курят. Вот прям все курят. Смотрите, курят все. Привет, Газель. Очень хорошо. Очень хорошо. Спасибо. Меня зовут Салин. А как тебя зовут? Меня зовут Сейхан. Очень приятно. Как ты ловишь, да? Хорошо, спасибо. Спасибо. Привет, Беларусь. Вот так вот. Вот как мы можем. Привет, привет, Беларусь. Я люблю Беларусь. Эрдемли Туркия. Эрдемли Туркия там. Ольга, beautiful. Замечательно. Они знают уже там и тут. Ольга, красиво. 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 Ольга красиво. Ольга красиво. Ольга красиво. Я вся урявляю. Я красивый. И он красивый. Он красивый. Только курит. Вот так мы разбираемся с виноградами с изюмом. Так мы сетем изюм. 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 Подписывайтесь на мой канал. И узнавайте самую свежую. Самую честную информацию из Эрдемли. Вот такие замечательные у меня ученики. Правда, заниматься с ними доставляет огромнейшее удовольствие. И это был наш шестой урок. И может быть сюда видео я вставлю несколько эпизодов из предыдущего урока. Уроки всегда проходят очень весело. Меня зовут Сунган. Как дела? Как дела? Да. Сиди. Он очень приятно. Мне очень приятно. Как дела? Как дела? Хорошо. Спасибо. Хорошо. Как дела? Normal. Спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Узнавайте информацию самую свежую и самую проделываю. Тебя зовут Ольга. Это настоящая Турция. Это вам не Анталия, Алания. Кушат насы и Кемера. Добрый ночи. Увидимся. Увидимся. Ждом вердам ли. Чего, гюзель. Thank you. Субтитры сделал DimaTorzok